Я конечно рад, что жарко, но как же жарко. Для таких случаев существует кондиционер. Это просто лучшее изобретение, чтобы охладиться. Согласны? Только вот первый электрический конди изначально был создан не для того, чтобы вам было прохладно, а чтобы поддержать температуру и снижать влажность в типографии. Ведь это ухудшало качество печати. А уже потом, спустя годы, он начал использоваться для поддержания комфортной жизни. Ведь кондиционер от слова condition доводить что-то до хорошего состояния. Поэтому воздушный кондиционер и шампунь-кондиционер выполняют одну и ту же работу, делают жизнь комфортнее. Душнил на связи. А это очередной выпуск. Ты бы никогда такое не загуглил. Сегодня, поверьте, вы узнаете много нового. Разочаруетесь в любимых фруктах, получите парочку новых фобий и знатно поржете. Приятного просмотра. А в какой-то момент и неприятного. Ну и начнем с того, чего вы точно не знали. Каждый раз, приходя к парикмахеру, вы находитесь в опасности. Не в смысле, что он психанет и отрежет вам ухо или вам дадут отравленный чай. Нет, в реальной опасности. Дело в том, что есть такая штука, как синдром инсульта в салоне красоты. Скажите, что? Да, это довольно редкое заболевание связано с неправильной поддержкой шеи в той чаше, где вам моют голову. Были случаи, когда люди неудобно сели или сильно расслабились, а сама чаша была расположена неправильно. Сильное давление и происходило расслоение позвоночной артерии. Обычно такое происходит после автомобильной аварии или какого-то другого резкого движения. Но вот в салоне красоты тоже бывает. К чему это ведет? Давайте рассмотрим некоторые исследования. В этом сообщается о пяти разных случаях. Например, после мытья головы в этой чаше у 84-летней женщины появилась невнятная речь, слабость и странное поведение. Обнаружен инсульт. У 76-летней была тошнота и головокружение. Обнаружен инсульт. Как будто бы это относится только к пожилым, но на самом деле нет. В этом исследовании говорится, что это может быть опасно, но все очень индивидуально. От многих факторов зависит. Бам, 56-летний мужчина. Бам, 49-летняя женщина. Бам, 32-летняя женщина. И у всех сначала появлялись симптомы через какое-то время. И они даже представить не могли, что это из-за чаши, где моют голову, а потом обнаружен инсульт. Жесть, да? Разумеется, не надо после этого в панике смотреть на это орудие пыток и не мыть голову в салонах. Один врач сказал, что это происходит настолько редко и это настолько нельзя проконтролировать, что если вы будете об этом думать, то сойдете с ума. Ведь такая проблема может возникнуть даже при резком чихе. И тем не менее предупрежден, значит вооружен. Сядьте в кресло поудобнее и держите в голове эту информацию. А вот эту информацию можно не держать в голове, потому что она максимально не нужная, но очень интересная. Ой, как красиво. Вау, как круто. Жесть, как офигенно. Такие эмоции часто возникают при просмотре фоток каких-то уникальных и удивительных построек. Когда я вычитал следующий факт, то понял, что мы зачастую не придаем значения предыстории таких вещей, а зря. Ведь это, как оказалось, безумно интересно, а иногда страшно интересно. Это Бруклинский мост. Одна из достопримечательностей Нью-Йорка. Мы точно видели его в фильмах. Красивый, зараза. Но в чем его секрет? Во-первых, как это часто бывает, при его строительстве, которое шло аж 14 лет, погибло около 150 рабочих. И при этом вы никогда не догадаетесь из-за чего именно. Несчастный случай. Да, неаккуратность, разрушение конструкций. Это понятно. Но некоторые погибли из-за кессонной болезни. Кессонную или декомпрессионную болезнь вообще называют болезнью водолазов. Как правило, во время быстрого всплытия резко меняется давление и это очень сильно действует на организм. Но причем тут строители мостов? А если бы не они, то болезнь бы так не называлась. Во время строительства моста прямо в самом начале в воду опускался огромных размеров деревянный ящик без дна, который назвали кессон. Нужен был для того, чтобы можно было копать под водой, но условия адские. Жара, давление жуткое, а потом нужно подняться наверх, что и вызывало у людей ужасные симптомы, которые после строительства Бруклинского моста и прозвали кессонной болезнью, от которой страдали более сотни рабочих, а некоторые даже погибли. Это еще не все. 14 лет спустя, в 1883 году он все-таки был открыт. Это конечно был праздник, но вы только вдумайтесь на секунду, насколько людям этот мост казался гигантской неустойчивой конструкцией. Они ему не доверяли, но по нему нужно было перебираться на другой берег, поэтому люди начали постепенно осваиваться. И вот прошло несколько дней с открытия. Толпа людей переходит по мосту, который еще понемногу достраивается. Одна женщина спотыкается, падает на лестнице. Кто-то начинает кричать. Люди думают, что происходит что-то ужасное. Начинают бежать и давить друг друга, пытаясь спастись. В общем паника привела к гибели 12 человек. Их просто затоптали, хотя совершенно ничего страшного не произошло. Это жуть. Со временем люди конечно постепенно успокоились и привыкли, но не без помощи. Через год цирк имени Барнума провел по мосту 21 одного слона. Чтобы сделать саморекламу конечно же, но люди как-то и моста бояться перестали. Самого большого слона кстати звали Джамбо и он так укоренился в культуре американцев, что сейчас это у них синоним слова большой. Вот такая вот большая история большого моста, который я поместил в маленький факт. Надеюсь это было интересно. Но кажется я чуть не забыл, что сейчас лето и на улице снимать самый кайф. А лето у меня ассоциируется в том числе и с приятным запахом свежескошенной травы. Идешь такой гуляешь, слышишь как стригут газон и становится так хорошо. Вы ведь тоже любите этот запах? Поздравляю, вы такие же психи как и я, ведь это запах боли и страданий. Согласен. Звучит как какой-то хоррор. Мы об этом не задумаемся, потому что у травы нет мозга и нервной системы. Что она там вообще чувствует? Точно не боль в привычном понимании. Но трава безусловно знает, что ей наносятся повреждения. То, что мы с вами вдыхаем, это летучие соединения, которые называются ГЛВ. Растения выделяют их при различных повреждениях, как от газонокосилки, так и от укусов насекомых и инфекций. В общем это их защитный механизм. На самом деле в природе все продумано до мелочей. Смотрите, свежей травой любят плакомиться всякие насекомые, например гусеницы и тля, нанося тем самым растению вред. Пока насекомые устраивают пир, травинки выбрасывают те самые молекулы, которые привлекают более крупных насекомых. А их интересует совсем не зелень, а те самые вредители. Ублюдок решил кобде лезть? Аду иди сюда. Не хочешь иди сюда? Тогда я зову других ребят, которые придут сюда и будут уже тебя хавать. Понял? В общем этим хитрым способом трава спасает сама себя. Помимо этого ГЛВ также помогает растению быстрее восстановиться после травмы, стимулирует процессы заживления. По итогу трава и себе и нам делает хорошо. Нам приятный запах, а себе защита и лечение. Хотя без нас в этой цепочке было бы наверное лучше. Только вылечился и опять пол тела срубили. Пытка какая-то. Привет сосед! Газонокосильщик. Скоро в кинотеатрах. О! Апельсиновый сок. То, что нужно в такую жару. Прикольно кстати, что сок такого же цвета, как и сам апельсинчик. А вообще-то нет. Если у вас от неожиданности глаза полезли на лоб, то это нормально. Не все сразу принимают, что нормальный цвет апельсина не оранжевый или желтый, а зеленый. На самом деле его цвет полностью зависит от климата. Этот плод, как и листья на деревьях, вырабатывает хлорофилл, который придает ему зеленый цвет. Но с наступлением проклады апельсин теряет пигмент и становится оранжевым. Если же температура очень повысится, то примерно за ночь кожура снова приобретет зеленый оттенок. То же самое произойдет, если их собрать и заморозить для транспортировки. Но в странах, где жарко круглый год, апельсины всегда будут зелеными. Понимаете ли, оранжевый апельсин очень сильно укоренился в памяти. Чего только стоит его английское название оранж, которое люди напрямую ассоциируют с его цветом, но оно к нему никак не относится кстати. Точнее относится, но сначала было название, а потом уже появилось обозначение цвета. По сути оранжевый был придуман благодаря апельсину, а не наоборот. Скорее всего слово оранж пошло из санскрита и означало просто апельсиновое дерево. Поэтому зеленые апельсины и мандарины даже не гуглятся по обычному запросу, а когда гуглиться, то это можно принять за фотошоп. Получается, что оранжевые плоды как раз фотошоп? Нет. Во-первых, их выращивают много где и при недостатке тепла они могут быть оранжевыми. Плюс придать им привычный оранжевый оттенок можно с помощью газообразного этилена, которым обрабатывают дерево. Да, продавцы вообще сделают все, чтобы люди покупали. Поэтому если вы в магазине вдруг увидели зеленоватый апельсин, это вовсе не означает, что он не спелый. Да, разрыв шаблона, прекрасно понимаю. А это вкусное соцветие инжира. Любите? Нет, не волнуйтесь. Дело не в цвете. Просто вы сейчас захотите развидеть то, что я покажу. Эта вкуснота растет на инжире или фиговом дереве и сама по себе достаточно интересно. Во-первых, цветки у нее находятся внутри и должны как-то опыляться. Но как туда пробраться? И тут в истории появляются бластофаги. Их еще называют фиговыми осами и они далеко не фиговые, потому что делают большое дело. Беременная оса с пыльцой наперевес хочет найти дом для своих отпрысков и чувствует ароматную, привлекательную дырку у плода. И так как оса совсем крошечная, то с трудом, но все-таки может туда пролезть, хотя теряя при этом крылья. Но не переживайте за нее, они ей больше не понадобятся, ведь она там и умрет. Что? Перед этим отложат яйца и опылит, что может, разумеется. Далее рождаются новые самцы, которые оплодотворяют новых самок, даже если это их сестры. И начинают копать туннели, чтобы самочки смогли выбраться и опылить другие соцветия. Сами же самцы умирают внутри. Пресс-ф пацанам, которые света белого не видят никогда. Вот, посмотрите, что за цирк происходит внутри. Если вам стало страшно от того, что вы когда-то хотели это есть, не переживайте. Инжир, про который мы говорим, имеет как мужские, так и женские деревья. Все это трупная инцест оргия происходит в мужском соцветии, а вы его как раз и не найдете на прилавках магазинов. Плохая новость в том, что когда беременная самка ищет инжир, она не разбирается, что где и может залететь в женское, которое мы и кушаем. Обратно она уже не выберется и потомство там не родится, зато получится вкуснейшая штука. Да, есть вероятность, что в нашем инжире есть хотя бы один труп осы. Извините, но есть еще одна хорошая новость. Фермент внутри ее полностью переварит и превратит в сок. Полегчало? Да? Если нет, то пусть вас успокоит тот факт, что если вы купили его в магазине, то скорее всего этот сорт вообще не требовал опыления. Все равно просрочен. Вы только задумайтесь, как природа увлекательна, хоть иногда и противна для нас, человеков. Вы знаете, что это такое? Это сверхзвуковой истребитель. А знаете, что это такое? Это кнут. Кто бы помог подумать, что у них много общего. Но для такого мне нужна специальная униформа. Без нее никак. Этот факт включает в себя вообще много всякой разной информации. Например, вы знали, как работает кнут? В смысле, почему он издает такой резкий узнаваемый звук? Я всегда думал, что это кончик бьется обо что-то или само себя. Я хозяй, как это, если честно, происходит, но никогда не думал, что это будет увлекательным знанием. Другое дело самолеты. Вы наверняка знаете, что при преодолении скорости звука можно услышать резкий хлопок, так называемый звуковой удар. На самом деле этот хлопок слышен на протяжении всего полета на сверхзвуке. Просто доходит до наблюдателя, он как бы с опозданием. Поэтому мы сначала слышим хлопок, а потом уже рев двигателя. Это же касается выстрела из оружия. Если патрон обычный, как правило сверхзвуковой, то он также создает звуковой удар. Мы думаем, что звук только от пороха и газов, но нет. Звуковой удар это чуть ли не 50% звука от оружия. И слышно это, если сравнивать с дозвуковым патроном, который этот звуковой удар не создает. Послушайте. На самом деле, если бы я сейчас переделывал выпуск о мифах про глушители, я бы обязательно упомянул про дозвуковые патроны и рассказал бы про MP5SD, чья конструкция позволяет его обычные сверхзвуковые патроны замедлить до дозвуковых. Это я вообще о чем? Ах да, кнут работает так же. В момент удара самая тонкая его часть превышает скорость звука. Поэтому вы слышите характерный хлопок. ПОДПИШИСЬ! ГОВОРИТ ПОДПИШИСЬ! 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 И только скажите, что это не круто. Знаете, что еще не круто? Прерывать ролик на саморекламу. Я это знаю, но из-за того, что я это знаю, я и не рекламируюсь никак. А это плохо. В общем, тут клевый телеграм-канал, на который вы должны подписаться, чтобы нас не потерять. А вот Бусти, на котором очень много контента и два эксклюзивных, дополнительных факта уже сегодня вышли именно там. Подпишитесь, это нам очень поможет. Не, ну продавец получается. Но мне далеко до Гэри Даля. Боже, как же он хорош. Вот он, красавец, бизнесмен, миллионер в конце концов. И когда узнаешь, как он разбогател, хочется бросить все работы и пойти по его стопам. Не советую, у нас с вами вряд ли так получится. Суть в чем? Мне кажется, большинство из нас любят домашних животных. Любых совершенно. Я вот без них не представляю жизни. Это твой компаньон, твой лучший друг. Проблема в том, что это немного не подходит для людей, которые не могут о них заботиться, кормить, лечить и так далее. А также мы, к сожалению, зачастую переживаем своих питомцев. Почему они не могут жить вечно? Поэтому многие просто не готовы к такой утрате. А Гэри Даль сделал вот такую вот схему. Он привез из Мексики очень необычных животных, за которыми особо не нужно ухаживать. И скорее всего он будет с вами всю жизнь, если конечно не убежит. Стоило животное всего 4 доллара и по уходу была длинная инструкция. Я вам могу ее показать, потому что я его купил. Доставили из Америки без особых проблем. Так что встречайте нового члена семьи Утопия Шоу. Знаете, что это? Камень. Что? Да, мужик привез с мексиканских пляжей камни, засунул их в упаковке и продал больше миллиона животных в 1975 году. Там кстати написано, что если купить несколько штук, то они будут играть друг с другом. Я это читаю и понимаю, что от смеха до грусти один шаг. Написано, что они трюки могут делать. Я не плачу, это просто сопли. На самом деле чел реально хайпанул. Людям зашло и они поддержали эту шутку. Но через год уже перестали покупать. На что как бы похрен. Он уже миллионером стал. Создал креативное агентство, делал рекламу и написал книгу реклама для чайников. На самом деле даже чтобы такую фигню продавать нужна работающая соображалка. Так что я бы не сказал, что это просто везение. Тем не менее он смог оставить отпечаток в истории в виде маленького миленького камня, который и правда смог бы стать чьим-то другом. Да? Топа младший. Ну если речь зашла о домашних животных, то вот чего я не советую себе заводить. Так это утконоса. Я не шучу. Как бы вам не хотелось. Хотя кажется никому бы этого не хотелось. Но нельзя и все. Это орудие дьявола. Это всадник преисподний. Это вообще ничего хорошего. Злая помесь выдры, утки, бобра и тяжелых наркотиков. Но пусть вас не обманывает его внешность. Это демон нахрен. Я вам гарантирую. Во-первых, это млекопитающие, но у них нет сосков. Детеныши просто слизывают молоко с тела, а выходит оно через поры. Во-вторых, готовы у него нет желудка. Что? Да, у них пищевод напрямую соединен с кишечником. Странно, да? Но ведь кислота в желудке позволяет переваривать пищу. Как тогда быть? А ему эта кислота и не нужна. Исследователи отмечают, что скорее всего это из-за диеты и стиля питания. Он им просто не пользовался, поэтому лишился. Ну а если вам этого недостаточно, то утконос плюс ко всему ядовит и особо опасен. У него есть шпоры, которые ведут к ядовитым железам. Если жахнет, то животное типа собаки убьет сразу, а человек скорее всего выживет, но будет очень долго мучиться и страдать. Они ему для того, чтобы в брачный сезон бороться с другими самцами. Но это не значит, что он кого угодно не ткнет. Лучше не трогать. Если надо кого-то обезвредить, то берешь утконоса и запускаешь в комнату к врагу. Если идея показалась тупой, то это все равно лучше, чем то, как поступили однажды в Китае. Взгляните на эту фотографию. Это здание суда в городском округе Ньянин в Китае. На ней изображены 6 подсудимых, которые вскоре сядут в тюрьму. Но почему? Китайский бизнесмен Тан Юхуэй нанял киллера Си Гуанганя за 2 миллиона йен, чтобы тот устранил его конкурента. Тот взял деньги, но не хотел выполнять грязную работу, поэтому нанял другого киллера, которому заплатил уже миллион. Тот тоже был не промах и нанял другого киллера, которому обещал еще меньше. А тот в свою очередь нанял еще одного, которому обещал немного меньше. А тот совсем озверел от такой наглости и нанял еще одного лоха, который согласился все сделать вообще за 100 тысяч. Вот они слева направо. И этим цирк не кончился. Последний киллер, будем называть его дешевкой, нашел жертву в кафе и сказал, что не хочет его убивать. И предложил инсценировать смерть. Тот согласился. Но спустя время сообщил в полицию и все 6 идиотов сели за решетку. Звучит как прикол, да? А это реальное дело, размещенное на сайте китайского суда. Вижу цель. Кто здесь? Нас раскрыли, отходим. А вот если бы они жили в Австралии, то никого не надо было даже нанимать. Нужно просто подождать, пока его убьет какой-то гигантский легатор или паук или огромная моль. Ладно, это преувеличение и не все там так плохо на самом деле. Просто мне нужна была подводка, чтобы рассказать про австралийских птиц-убийц. Да, кто бы мог подумать, но в Австралии есть вероятность получить от природы прям с воздуха и это не фильм Хичкока. Просто каждый год с июля по ноябрь австралийские сороки пикируют с небес, атакуя все, что движется. Мужчин, женщин, детей, стариков, животных. В общем всех подряд. Зачем они это делают? Хороший вопрос. Самая распространенная версия защита гнезда. Дело в том, что сороки очень заботливые родители, которые тщательно охраняют свое потомство. Поэтому самец постоянно с небес сканирует территорию на предмет злоумышленников. Если кто-то находится слишком близко к его дому, то он несмотря ни на что атакует. Но есть еще несколько версий. Повышение уровня тестостерона у самцов в этот период и просто защита территории. Проводились исследования, ученые изучали этот феномен, но точное объяснение дать не смогли. Будет смешно, если они просто по приколу всех терроризируют. Им может и весело, но всем вокруг не очень. Дамажат они, будь здоров. Кому-то пробивают голову в разных местах, кому-то глаз пытаются выпить. Это не шутка. Многие после таких атак обращаются к врачам и зрелище не из приятных. В интернете, как оказалось, есть куча видео, где сорока, абсолютно не стесняясь никого и ничего, атакует бедолаг. Такие нападения действительно очень распространены. Существует даже сайт в помощь людям, которые не хотят пострадать от птиц. Там ведется статистика нападений. На карте отмечаются районы, где базируются эти истребители. А также пользователи делятся опытом и рассказывают свои истории столкновения с сороками. А в разделе безопасность можно прочитать даже целую инструкцию по выживанию. Там рекомендуют носить очки и защищать голову всякими головными уборами, например, шлемами. Но даже это не всегда спасает, потому что сороки довольно умные и хитрые птицы. Им удается обойти эти лазейки. Вот тут-то люди уже начинают кастовить по-всякому свою броню. Жизнь в Австралии. Птицы, убийцы, пауки и маньяки, кенгру, боксеры. Хотя, опять же, опасности много, но зачастую ее просто гиперболизируют. А вот чего нельзя недооценивать, так это опасные профессии. Многие знают, чтобы попасть на работу, используют лифт. Согласитесь, без него было бы грустно, хоть и полезнее. В общем, для нас это обыденность. Ну, лифт и лифт, пофиг. А вы хоть на секунду представляете, как люди на него реагировали, когда он только появился. Какая-то сомнительная коробка поднимает тебя высоко, и кто знает, что там вообще произойдет. Поэтому незаменимым атрибутом к лифту были специально обученные операторы. Даже когда к 1900 году появились уже полностью автоматизированные лифты. Но почему? Потому что с ними они чувствовали себя в безопасности. Так же, как мы будем какое-то время продолжать ездить в такси с водителем, даже когда появятся полностью самоуправляемые машины. Люди настолько привыкли к операторам, что сама идея о том, что его не будет, и тебе придется управлять лифтом самому, была возмутительной. Этот рычаг можно повернуть неправильно, сломать лифт или травмироваться, что и происходило, кстати. Не просто потому, что им хотелось узнать, а что же будет, а потому, что в 1945 году произошла крупная забастовка, в которой участвовали операторы лифтов, швейцары, носильщики, которые жаловались на переработку и уменьшение заработанной платы. И так вышло, что их просто не было на рабочем месте. Ну, можно спуститься по лестнице, скажете вы. Можно, но это нарушает весь налаженный ритм. Из-за 15 тысяч бастовавших Нью-Йорк на целую неделю просто умер. Почта не доставляется, железные дороги заморожены, предприятия встали и продаж нет. Вся эта катавасия из-за лифтов обошлась городу в 100 миллионов долларов. Что? 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 Но добились ли люди того, чего хотели? Нет. Через 5 лет были установлены автоматизированные лифты. Начали рекламироваться. Люди поняли, что такой жести повториться не должно и постепенно привыкли. Операторы перестали быть нужными. Конечно, это было делом времени, но пикеты сделали все, чтобы этот час настал быстрее. Так что, работники, будьте внимательнее с забастовками, а то роботами заменят. Как дела? Весь день! Вверх-вниз! Вверх-вниз! А у меня вообще-то боязнь высоты! Костюм жмет, одеколон воняет какой-то немытой собакой. А этот трек... Его 10 лет никто не менял! Я схожу с ума! Так в чем проблема свалить отсюда? Мой дед был оператором. Мой отец был оператором. Меня учили этому с детства. К тому же, это последний такой лифт в этом городе. Кто, если не я? Никуда не взяли. Да, не взяли. Знакомая ситуация. Поверь, я был таким же. Думал, что найти работу, это очень сложно. Ну, хотя раньше так и было. А сейчас есть это. Хэ-хэ, Ру? А я, кажется, знаю. Там мой друг работу нашел. Но я ему не поверил. Хотя я рыдал потом весь день, потому что подумал, что это правда. Поверь, ты сможешь найти работу по своим навыкам очень быстро и без хлопот. Прямо как я. И теперь работаете на 47 этаже. Это же мечта. Хотя, чему я удивляюсь? Эти ребята уже 22 года на рынке. Там очень много вакансий. К тому же, есть удобное приложение по поиску работы. А я, как идиот, свое резюме на столбах развешивал. Со своей фоткой. Кажется, люди думали, что у меня пропала собака. В этот раз отнесись серьезно. Ведь это очень профессиональный сервис. На Хэ-хэ, Ру есть работа для всех. Спасибо. Спасибо. Ну, за такую интеграцию и лайка не жалко. Правда? Не жалко ведь? Спасибо, что смотрели. В описании найдете все нужные ссылки. А тут увидите где-нибудь бэкстейдж этого ролика. Переходи, там лампово. Ну, все. Удачи нам всем. Потому что я пошел писать большой топ-сикрет. Мы пошли писать большой топ-сикрет.